Всем привет! Сегодня я бы хотела показать вам не очень, надеюсь, не очень длинное видео, потому что я все еще борюсь с простудой, с последними покупками лаков. Лаков не так много, но, как всегда, я в совершенно восторге от них и хотелось бы, конечно, с вами поделиться, что это за лаки, показать вам с фочи. Так, начну я, скорее всего, с двух новинок от Revlon. Ну, не знаю, сейчас они, наверное, уже и не новинки, но для меня, когда я увидела их в магазине, я ничего подобного не видела и не видела их в основной линейке, не уверена даже, что они входят в основную линейку лаков. Но это два таких лака от Revlon, которые, по сути, являются гелевой основой с разнообразными блестками внутри. Опять же, вот эта вот идея, которую Дебора Липман вознесла на пьедестал, больших, крупных, разнообразных блесток и цветной или бесцветной гелевой базы. Вот Revlon очень удачно тоже умеет сдирать эти идеи с других, более дорогостоящих брендов и притворять их в жизнь для, скажем так, более экономичного варианта. Итак, первый, с которым я уже делала маникюр, я постараюсь, если не забуду, оставить ссылку внизу на фотографии этого маникюра, описание этого лака. Он называется Girly, такая холодно-розовая база с голубыми, фиолетовыми, розовыми и голографическими переливающимися блестками. Вот вам название, 260, Girly. Название 260, Girly. Извиняюсь за свои ногти, я как раз в процессе снятия лака для ногтей и выбора, что бы мне нанести следующим в списке. Второй лак тоже очень красивый, тут такая молочная, полупрозрачная, не то что золотистая, а желто-молочная кремовая база с именно флекс. То есть это не блестки, которые по сути не прозрачные, а это такая как слюда, которая переливается и золотистым, и зеленым, и голубоватым. Вот этот лак. Очень красивый эффект. Сейчас я вам покажу на оба из них свотчи. Это один слой для каждого. Это один слой для каждого лака. И можете видеть, что в принципе они достаточно плотные. То есть по большому счету, если вам очень хочется носить их отдельно, так сказать, независимо и не наслаивать, то вы можете с помощью, наверное, трех слоев получить и достаточно непрозрачный результат. Но все-таки, мне кажется, намного чище и красивее результат появляется, если наложить один слой такого лака на другой слой непрозрачной любой базы. Ну, имею в виду базы просто другого лака для ногтей. Это был Ревлон. Теперь я вам покажу два лака от China Glaze. Один из них, который уже достаточно быстро вошел в мой список самых-самых любимых топовых покрытий, это Fairy Dust от China Glaze. Красивейший лак. Как вы видите, это такая пыль. Эти голографические частицы не создают линейного холографика, а именно такой рассеянный. Но надо сказать, что они такие крошечные, что по сути никакой текстуры дополнительной, никакого песка, ощущения песка на ногтях нет. Это действительно вот такой еле заметный отблеск, как из какой-то дальней галактики. Необыкновенный совершенно лак. В бутылочке он совсем не так хорош, как на самом деле при сочетании с другими оттенками лаков. Вот он здесь. Я не знаю, видно это или нет, но если его нанести на любой, абсолютно любой другой лак, он ему придает жизни. К сожалению, не могу сказать, что камера очень хорошо подцепила, скажем так, отцвет этого лака. Но вот, наверное, в бутылочке его видно намного лучше. То есть видите, что это не цвет, это не блестки, это пыль. Это переливающаяся такая звездная пыль. На мой взгляд, это просто уникальнейший топкоут, именно верхнее покрытие. Потому что и у Орли, и у Сали Хансен, и насчет Сали Хансен не знаю, но я знаю точно, что и у China Glaze есть почти точно так же выглядящие верхнее покрытие, Snow Globe, что-то такое. Но там совершенно очевидные плески, которые, возможно, будут даже создавать какую-то текстуру на ногтей, которые видно, которые не прозрачные. И нет, я не взяла ни одного лака, в котором была бы именно вот такая прозрачная голографическая пыль. Именно этим, мне кажется, он и такой совершенно особенный. Еще раз, называется он Fairy Dust. Я постараюсь, постараюсь не забыть и оставить список лака внизу. Если забуду, напомните мне, пожалуйста. И еще один лак от China Glaze, называется он Swanky Silk. И это такой дуахром, именно желто-золотистого цвета, даже зеленоватый золотистого цвета. Но в самой середине этого цвета он отливает розовым. Именно этим он меня зацепил, потому что золотистых таких перламутрово-металлическо-золотистых лаках их очень много. Они все разные, все они там чем-то, может быть, отличаются. Но именно этот мне понравился тем, что у него с одной стороны есть такой немножко кислотный, что ли, зеленоватый золотистый отлив, а с другой стороны розовый отлив. К сожалению, вот в этом освещении он выглядит, по-моему, каким-то аж зеленым. Но на самом деле это желто-золотой металлический лак с розовым дуахромовым переливом именно посередине. Посмотрим, если Swatch будет у нас работать несколько лучше. Ну вот я не знаю, может быть, что-то розоватое он и подхватывает, но меня отсюда вот как-то не видно, к сожалению. Я опять же оставлю ссылку внизу на блог-пост, в котором я делала маникюр с этим лаком, рассказывала о своих впечатлениях. И там как раз можно увидеть более очевидно его перелив. Единственный минус у этого лака Swanky Silk в том, что он очень полупрозрачный. Поэтому для того, чтобы получить хороший эффект закрашивания, нужно либо два слоя, из которых второй будет достаточно толстым, либо три слоя. И покажу вам еще два лака от Орли. Первый. Это я все-таки сдалась и купила себе Орли Рэйч. Орли. Почему-то, когда я говорю по-английски, я всегда говорю Орли. А когда я говорю по-русски, называю Орли. Давайте я вам покажу оттенок. Называется он Рэйч. Стал безумно известным этот лак именно благодаря Ютьюбу. Это как раз такой Роллс Голд. То есть он, с одной стороны, ярко такой металлический с серебристым отливом. С другой стороны, он где-то розовый, даже где-то медный. Такой очень всеядный, очень красивый, юный такой цвет. Но не уходящий совсем, скажем так, в детство. Вот его сводч. Очень красивый цвет. Но надо сказать, что он больше такой вот именно шиммерно-металлический. А то, что я вам показывала раньше от Сифора и Пантон, вот тот он именно классический металлик. По цвету они очень похожи. Но в Орли есть просто более выраженный такой шиммер, крупноватый, серебристый. В то время как Сифора и Пантон более именно такой эффект фольги создают. Теряю голос, надо торопиться. Еще один лак. Это топовое покрытие. Мне оно очень понравилось тем, что оно такое, какое-то снежное, какое-то очень текстурное. То есть это вот такой перелив. Просто белоснежный. По сути говоря, в такой молочной прозрачной базе. Называется этот цвет Winter Wonderland. Вполне логично. Очень мне понравился этот лак, но пока еще ни с чем я его не сочетала. Сам по себе, я думаю, он немножко жидковат для того, чтобы носить его отдельно. Но накладывать на любой другой непрозрачный лак, особенно на светлые лаки, чтобы придать им именно такой перелив шиммерный, я думаю, будет очень классно. Опять же, у меня есть очень много более кремовых таких цветов лака, в которых нет ни шиммера, ни блесток. И мне иногда нравится носить их именно как они есть. Но иногда, поскольку я большой любитель шиммера, вот именно такие верхние покрытия меня очень вручают, потому что они могут придать шиммерность почти любому лаку. Давайте я покажу вам скотч. Но, конечно, на такой белой ромашке вы мало что увидите, потому что сам цвет он белый. Вот этот лак. Я правильно хоть показываю? Да. Вот этот лак. И осталось у нас только два лака, которые я получила с коробочкой от Julep. Вообще история такая драматичная достаточно. Я думала, что я отписалась от этого сервиса. Казалось, что нет. Каким-то образом все-таки они мне его не отменили. И когда мне пришло оповещение о том, что моя февральская коробочка мне вышла, это Julep Maven, это такой же сервис подписок, что и L-Box, Glambox и так далее. Но только единственное, что он посвящен только одной компании Julep, это все их продукты. В основном это продукты по уходу и маникюру. По уходу за руками, ногами и по маникюру. Они очень дорогие, если покупать их в розницу. И поэтому я сильно расстроилась. Я прям не могла себе простить, как я могла забыть, отменить этот сервис. Как вообще я себе позволила разбазаривать так ужасно деньги. Но когда эта коробочка ко мне пришла, когда я ее открыла и посмотрела на то, что внутри, я была очень-очень под большим впечатлением. Я вам быстро ее покажу, не буду сильно на этом останавливаться. Февральская коробочка. У них, во-первых, четыре стиля. И мой стиль называется Classic with a Twist. Коробочка посвящена... Всех февральские коробочки посвящены Оскару и сезону вот этих наград, каких-то церемоний, когда все следят за то, кто в чем одет, кто как накрашен и так далее. То есть все это черное с золотым. Но, честно говоря, осталось под таким огромным впечатлением, что теперь у меня как бы внутренняя дилемма, дебаты. Оставаться мне подписанной на этот сервис или нет? Стоит он 20 долларов в месяц. И получаете вы от двух до четырех продуктов. Но обычно они всегда что-нибудь доположат сверху. То есть, если вы получаете два продукта, то один или два каких-то еще добавлений, вот типа вот такого, например, керлер для ресниц, завивалка. Они кладут как бы бесплатно в бонус. Итак, бонусные. В этот раз были шоколадки. Вот такая завивалка для ресниц. И два средства по уходу для ногтей. Полноразмерные. Одно это какое-то супер-пупер новая формула. Как я вам рассказывала, Джулип, они вроде как изобретают свои собственные формулы, пытаются как-то развивать науку всего этого, скажем, химическую сторону всего этого дела по уходу и педикюру и маникюру. И вот это какая-то новая полимерная композиция, которая должна накладываться как обычный лак для ногтей, но держаться и действовать так же, как гель. То есть, если я правильно поняла и записание, то ювелампа нам здесь не нужна. Нет, не нужна. И второе средство по уходу – это база для ногтей, которые склонны к расслоению и обламыванию. Как раз мой случай. И, в общем, я очень рада, что я получила два этих средства. Особенно базу, потому что то, что я пользуюсь от OPI, Original Nail Envy, такая вот с зеленой этикеткой, терпеть не могу. И пользуюсь я через не хочу, именно потому, что он безумно дорого стоит. Купила я его за полную стоимость, потому что я была абсолютно уверена, что OPI не может ошибаться, особенно в средствах по уходу. В общем, ужасно. И совершенно не подходит моим ногтям, но дело не в этом. Такие два средства по уходу и два лака. Честно говоря, я, поскольку не знала даже, что я подписана, я не просмотрела, там можно выбрать, как я сказала, один из четырех стилей, не посмотрела, что я получила. То есть, как оно пришло, так оно пришло. Я была безумно рада, что те лайки, которые я получила, не совпадают ни с чем, что у меня уже есть. Представь себе, такое может быть. Итак, они сделали два специальных цвета, которые они посвятили двум голливудским актрисам. Helen Hunt. И этот цвет называется Helen. Это такой грязноватый розово-лавандовый цвет. Еще раз, называется он Helen. Красота просто необыкновенная. У меня есть похожий цвет, который называется Whitney. Но Whitney намного более коричневый, такой более бежевый оттенок. Если я их вместе поставлю перед вами. Снизу Helen, сверху Whitney. Они похожи, но тем не менее, Helen мне даже нравится намного больше, чем Whitney. Именно из-за этой какой-то дымчатой лавандовости этого оттенка. Вот swatch. Как всегда, я осталась под большим впечатлением от того, как плотно и быстро эти лаки закрашивают ногтевую пластину. Ну, пока я только попробовала их на ромашке. И как быстро они высыхают. Это что-то невероятное просто. И второй оттенок. Он называется Claudette. И этот оттенок посвящен актрисе. Так, попытаюсь найти полное ее имя. А, Claudette Colbert. Тоже актриса, которая в свое время выиграла Оскар. Вот они вдвоем. И это какой-то совершенно необыкновенный. Такого оттенка красного я, честно говоря, еще не встречала. Опять же, я не то чтобы большой фанат красного лака. У меня есть, по-моему, такой джентльменский набор разнообразных красных лаков, включая блестки. И я была очень удивлена, что этот лак не был похож ни на один. Он именно, если вы видите, он не слишком теплый. Хотя, в принципе, он кажется таким теплым, желтоватым, красным. Но в нем есть и какие-то холодные, голубоватые. Это не перелив, поскольку в нем нет шиммера. Но вот какой-то подтон у него очень интересный. И если вам видно, он не слишком яркий. То есть он красный, но в нем, опять же, присутствует такой дымок какой-то. Очень благородный цвет. И в то же время он какой-то такой даже немножко гранжевый, на мой взгляд. Потому что мне почему-то он напоминает 90-е годы, когда почти все оттенки в макияже имели некую такой потон грязи, скажем так, в более его от кутюр смысле. Очень интересный цвет. Жду не дождусь, когда я его себе нанесу на ноготки. Сейчас давайте покажу вам свой. Опять же, не исключаю возможность, что закрашивает он с первого раза. Но я обычно все равно наношу второй, на второй слой обычно. Очень быстро высох, очень плотный, красивый цвет. В общем, что я могу сказать? Я в диком восторге от февральской коробочки Джулет Мейвен. И прям вот действительно прям не знаю, оставаться мне подписанной или нет. Что-то мне внутри подсказывает, что надо все-таки описываться, потому что лаков у меня и так достаточно много. Мне бы хотелось больше уделять внимание лакам, которые у меня уже есть, и не продолжать получать по почте огромное количество новых и совершенно путаться уже в том, что у меня есть, что я использовала, что я не использовала. Ну так или иначе. Надеюсь, вам понравилось это видео о моих покупках лаков. Опять же, вам маленькая такая дразнинка. Показываю вам две свои. Теперь у меня уже две акриловые стойки с лаками. Они пока еще не полные. И далеко не все лаки я сюда поставила, потому что прежде всего я хочу их показать вам, сделать сводчи, может быть даже поносить и решить, оставляю я их или возвращаю, а потом уже те из них, которые проходят испытания временем, те уже пойдут в мою коллекцию. Спасибо вам еще раз за внимание. Если у вас есть вопросы или комментарии, оставляйте их внизу. Желаю всем хорошего дня. Пока!